Какого князя лебедь превратила в шмеля, чтобы он сумел слетать к отцу? Еще раз. Какого князя лебедь превратила в шмеля, чтобы тот смог слетать к отцу? Это русский князь? Советский православный. Советский православный князь? Я не знаю. Нужна подсказка. Спили только два вопроса, меня волнует. Какой сегодня день и какого хуя? Евгений Ширяев Продуксион. Иди, иди, Ленечка. Ты уже поработал оператором со мной, спасибо. Первый раз в жизни в Геленджике? А что приехали? Тебе. Серьезно? Мы живем под Коснодаром, мы переехали сюда недавно. Мы жили в Нижнем Новгороде, переехали сюда жить. Что, вы сегодня уедете? Да, нам три часа ехать. Обалдеть. Приехали ради этой передачи? Мы решили поучаствовать. Блин, а я... Конечно. Мы нуждаемся с тобой. Что, будем снимать тогда эту передачу? Давай прямо здесь или в тенек что-ли уедем? Так-так-так-так-так. Раз раз сфоткаемся, чтобы потом не дергаться, а то потом другие будут какие-нибудь люди. Дочка охренеет. Дочка тоже смотрит все это. Мы все вместе, и моя мама тоже смотрит. Так, а сколько дочке лет? 16 лет вспомнил, значит. Ну, матюкаться можно мне в эфире, да? Да, я не такой слышал в школе. А, да? Я думал, в школе-то похлеще тебе. Знаешь, такая ситуация. Я из-за того, что сегодня очень много какал, у меня живот, представляешь, живот. Все говорят, что в Геленджике здесь какая-то палочка-елочка какая-то. И вот мы по очереди. То там мой сожитель Леонид, то и его ребенок. А сегодня я. Представляешь? Живот прям крутит с утра, прям с шести утра. Но стало получше. Это, я думаю, из-за бухты. Если бы купаться в открытом море, то такого бы не было. Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели. Меня зовут Евгений, а человек рядом со мной зовут Александр. Всем привет. Мы начинаем. Мы начинаем передачу, в которой я буду задавать вопросы. И что там, как будем расплачиваться? Кто-то будет задавать, кто-то будет давать ответы. Ответы. Ну, а по бабкам что там? По бабкам сотка и по убывающейся подсказке. Со 100 тысяч рублей будем начинать? Ну, а че? У меня всего 100 рублей. 100 рублей и чупа-чупса. Чупа-чупса? Да, да, да. Все, ты расстроился? Да. То есть ты думал, что сейчас будет вот эта вот движуха с десятками, сотками? Нет, хотя бы сотка. Ну, десятка, че там, смысл? Смысл 10 тысяч рублей? Да, соточки и там, может, с подсказкой, там, до 1000. 100 тысяч рублей? Ну, да. Ты видел, сколько у меня просмотров? Ты видел, что лайки никто ни хрена не ставит вообще? Может, у тебя есть золотой прииск, и ты оттуда просто... У меня нет никаких приисков. У меня единственный спонсор, это я. Это я спонсор единственный. Это Евгений Ширье Продуксиев. Он, это тот единственный человек, который за деньги ведет корпоративы, ведет свадьбы. Причем недорого. Свадьба стоит всего, угадай, сколько? Тридцатка. Полташка. Это гроши. Гроши, чтобы профессиональный вот этот вот человек, у которого уже борода растет, а мне 21 год, проведет такое мероприятие. Видосы. Ты видал, какие я сейчас снимаю видосы? Это камера-психопатка. Посмотри, это вот это черненькое там. Это фильтр. Это не честер-фильтр. Это фильтр. Ну, это безумство какое-то просто. Поэтому, ладно. Вот сколько хочу, столько и буду молчать. Указывают мне, как мне монтировать видосы. Не колышет. Чья камера тут ходит? Да, все. Все, не начинаем. Все, передача отменяется. Все. Приз будет 50 рублей. 50 рублей и понижение до рубля. Все. Вот такие правила. Правила придумываю я. Каждую секунду они могут меняться. То, что у вас там хочется, не хочется, до свидания. Злой ведущий, до свидания. Вялый ведущий, до свидания. Хозяин бар. Но тысяча есть. Хочешь купайся, хочешь пей. Пей воду прямо оттуда, а потом блюй. Одни блевоты. По Геленджику ходишь, одни блевоты. Единственный минус этого отпуска. Сочувствую. Наша передача в этом веселом темпо-ритме начинается. Тур де Франс. Соревнование по какому виду спорта? Велосипедный спорт. Я смотрю, это эрудит. Это вообще не интеллектуальная передача. Это не интеллектуальная передача. И никогда ее не было. Во-первых, в интеллектуальной передаче не может быть ведущий. Вот такой, как я. Тупорылый, который ничего не знает. Второй вопрос. Пандемия какой болезни получила название «Черная смерть»? «Черная смерть». Возьми колбаску. Опять прихватила. «Черная смерть»? Ну, это только если чума, которая была в Европе. Там, в средние века «Черная смерть»? Это как там это? Ну, что, что вот это самое? Люди-то смотрят, хотят, чтобы побыстрее все это прошло. Что? Нет? Ну, все правильно, чума. Сразу же понятно. Ты умный человек. Смотрел все передачи. Приехал отсюда. Непонятно вообще, сколько часов ехал. Проплых стоял. Три с половиной. Даже в море не искупаешься? Нет. Правильно. Третий вопрос. Ой, как мне страшно. Мне страшно, что что-то не работает. Дай я подержу. Смотрел предыдущую передачу? Ну, что, не записали? Вставляешь, девчонку не записали. Как вот? Потому что Леня что-то там камеру трогал, дергал. Вот и все. Засранец. Античный полководец, принявший титул царь Азии. Александр. Сместоплясов? Нет, македонский. Действительно, очень умный человек. А ты хотел, чтобы приз был основной 100 тысяч рублей. У тебя совесть есть. Это что мне нужно было? Квартиру продавать свою? Ну, за сотку. Что за люди? Я думаю, мы бы с тобой пару раз сыграли бы на твою квартиру. Хотя нет, не пару раз. За сотку ты мы бы... Ну, поиграли бы, короче. Поразвлекались. Сейчас такие квартиры дорогие. Представляешь, это просто ужишь. А что, еще и в Питере? Да, это 75 раз пришлось поиграть. Что, сейчас такси-квартира-то? Студия! А, студия, ну да. Как называются целые числа, которые нельзя разделить на два без остатка? Простые числа. Другое слово написано. Кстати, вопрос был в слабом изменении. А, подожди. Нельзя... Господи, нечетное, е-мое. Елки-палки. Я слишком глубоко копнул. Все, ну и последний вопрос, на который, я думаю, ты со своими мозгами ответишь очень быстро. Это имя поэта Мандельштамма. Мандельштамма. Правильно говорить, Мандельштамма или Мандельштампа? Вот здесь, вот это бы я взвалился. Мандельштамп. Их же несколько Мандельштамп. Я, честно сказать, не знаю. Но Осипа Мандельштама я учил технику. Правильно, Иосиф. Осип. Осип, Иосип? Нет. Осип. Иосиф. Нет, Иосиф был Сталин. А здесь Мандельштамп. Ты серьезно говоришь? Ребят, погуглите, пожалуйста, Мандельштампа, какое имя? А? Что? Как? Ну скажите. Нет, у нас тут решается. Если он сейчас ответил неправильно. Иосип? Осип. Осип, Осип. А у меня написано Иосиф. Я потому что помню, я четко помню, я помню четко название книжки Осип. Все, ладно, пофигу. Держи. Это было очень просто и быстро. Прям как. А все знаешь, почему? Я выбрал легкие вопросы, потому что знаю, что сотки уже нет в кармане. Ни чирика, ни сотки. Я бы лучше начинал. Спасибо. На чирик бы сыграли бы, и лучше бы на подсказках до сотки бы спустились, зато бы вопросики пожже. Да. И мы сейчас постоянно посмотрим, как будут другие. Обязательно, обязательно. Обязательно. У него при рождении было имя Иосип. Да пофигу вообще, ребят. Это Осип, не Осип. Мне это вообще по барабану. Он, наверное, к себе идет, я думаю. Ты думаешь? Сто за 100. Сань, ты уже профи, можешь взять просто у ребят интервью пока. Можете сказать, как вы сюда попали, откуда вы сюда попали и почему вы решили посетить данное место сегодня? Приехали на автомобиле с Краснодара, ехали сюда. Мы тоже с Краснодара. Часов в пять. И столько же искали места для парковки. Пробочка, да? Ну, всю дорогу. Какая цель, именно примчаться за столько километров? Я вообще ни разу не был в Геленджике. А в Краснодар сколько живете? Всю жизнь. Ни разу не был. Ну и поучаствовать в шоу. Вообще Анастасия хотела, она теперь стесняется. Теперь я буду отдуваться. Анастасия, вы тоже с Краснодара? Ну да. И вы каждый выпуск смотрите Евгения. Хать! Продолжим. И в этот раз вы решили принять участие непосредственно сами? Да, мы вообще думали в Питер ехать, чтобы поучаствовать. Офигеть. А здесь? А если не секрет, какие еще интеллектуальные программы, кроме Евгения, вы любите смотреть? Никакие. Отлично. Максим, ты далеко от меня не уходи. Нужно поближе, поближе. Хотя ты, наверное, боишься, что я тебя заражу? Нет, я бы тебя заразил бы, если бы вы с тобой выпили бы из одной бутылки. Либо одну бутылку передавали бы по очереди друг другу. Чем заразил? Да я сегодня, говорю, на горшке же сижу целый день. А-а-а. Понимаешь? Все, ты уже отстранился? Да. Я думаю, от того, что я буду дышать на тебя, ты не заразишься. Ну ладно. Не уснешь сейчас, нет? Нет. Не должен. Ты приехал с Краснодара? Да, с Краснодара ехали по пробочкам. Пять часов. И сегодня свалите отсюда или останетесь? Нет, думаю, поедем. Ты серьезно говоришь? Зачем тут остаться? Ну, не знаю. Дум рядом. Поедем. Просто приехали, чтобы поучаствовать в этой передаче? Блин, ну мы можем на выходных съездить в один день. Ну, рядышко. Обалдеть. Какого князя лебедь превратила в шмеля, чтобы он сумел слетать к отцу? Еще раз. Какого князя лебедь превратила в шмеля, чтобы тот смог слетать к отцу? Это русский князь? Советский православный. Советский православный князь? Я не знаю. Нужна подсказка. Опачки. С первого вопроса. Опачки. Ты понимаешь, да, что с подсказкой, с тыщенкой мы перекатываемся сразу же в рубль в один сразу. Что процентное соотношение происходило. Понимаешь, да. Ладно, ты ехал с Краснодара, ты ехал с Краснодара, поэтому хрен с ним. С этой подсказкой ты получишь не тысячу, а девятьсот девять рублей. Согласен? Да. Но если я тебе еще одну подсказку за лимонию, то все. Там уже по-серьезному пойдет расклад. Давай. Пушкин написал эту сказку. О неком царе. Царе Горохе. Царе Горохе. Ну да, а какие еще есть из сказок цари? Саня, ты же все знаешь, Пушкин же написал, да? Нет, эту сказку я хорошо знаю, я ее читал ребенку недавно. Так, ну что ж. Царь Султан. Ну, царь-то Султан. А сынка-то как звали? Сказка о царе Султане и сыне его? Гведоне. Гведоне. Гведон его звали. Гведон, да. Откуда я это должен помнить? А кто сказал, что ты должен это помнить? Не помню. Ладно, давай дальше. Какой герой говорил? Природа не храм, а мастерская и человек в ней. Работник. Еще раз. Кто говорил? Герой. Герой чего? Герой произведения. Тургенева. Ладно, так уж и быть. Самое банальное произведение Тургенева. Война и мир. О, ты наш человек. Это вот, знаешь, вот такие вот ответы, вот любят, к сожалению, любят зрители, которые смотрят. Да, да, да. Я раньше снимал только ребят, которые младше 18-х, потому что вот они такие вот задавались. Да, тупили. И все, и все так радуются. Все так вот смотрят эти эдовольцы. А я так и начал смотреть. И говорят, ой, какая молодежь, а в советское время. И просто говно, говно, говно. Говно. Одно говно в комментариях, миллион просмотров и все равно. Нет, если без литературы, то было бы мне полегче. Я не читал ничего. Ладно, будет сейчас подсказка, 500 рублей получишь, если выиграешь. Ладно. Евгений? Да, я плакал в конце, когда Женя умер. Он все вот что-то лечил, лечил, а сам там кого-то лечил и поцарапался, и все. И приболел сразу же. Фамилия на букву О. На букву Б. И ходишь ты на рынок, а если бы был бы не рынок, то по-другому можно было бы назвать. Базаров. 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 Да. Слушай, а ты очень умный человек. Да, да, да. Вопрос номер три. Гибридом лошади с каким животным является мул? С быком. Это неправильный ответ. Это сложный вопрос. Коровы? То есть лошади и кого? Гибридом лошади с каким животным является мул? Почему вообще за животное такое? Я даже не представляю. Ты видел его хоть раз? Ну, по телевизору. Не, даже по ящикам. Как он его говорит? Как бык. Поэтому сказал бык. Офигеть. Может путают что-то? Слушай, там все так банально, пипец. Он не, даже не банально, а просто такой на быка вообще не смахивает. Так ты видел? Лох такой, ладно. Я просто знаю. Осел? Да. Осел? Лох это осел. Да, Топлэму? Все верно. Четвертый вопрос. Какие-то сложные вопросы тебе достались. Надо было Саньку такие задавать. Фигбонд и щенку поднял бы. Где списатому задавал какой-то? Конечно. Базаром бы я подумал бы. Ну, да. Давай что-нибудь попроще тебе замусолим. Разведка МИ-6 в какой стране? В Великобритании. Видишь, не все так плохо. Ну и вопрос пятый. Ответив на него, ты получишь 500 рублев. Так. Ну и хотя бы на какую-то маленькую йоту бензик отобьешь, который вот. Бензик они будут. Будьте на тебя, да? Засадили. Да, я не знаю. Четверть бака. Да? Четверть. Четверть бака? Что же за машина-то у тебя? Что же за самосвал? Почему самосвал? Наоборот, экономно. Мерс? Ешка? Цэшка. Вау. Лохматая? Нет, что значит лохматая. Лохматая это год 12-13. Нет, 14. Полу-лохматая. Полу-лохматая такая, с бороденкой. Да, да, да. Понятно. Четкая точка у тебя? Нормальная. Ну, продавать надо. Да? Четверть бака. Ну, да. Какая единица... Сука. Мне написано, какая единица обеда является кубическим... Давай, давай. Какая единица объема, наверное, не обеда, является кубическому дециметру? Еще. И какая единица объема равняется кубическому дециметру? Да, да, да. Неправильно. Равняется, наверное, не является. Равняется? Ну, пускай равняется, господи. А, так это легкий вопрос очень. Да. Литр. Литр к литру, к литру литр, литр к литру молока. Да. Литр или нет? Литр к литру. К литр, литр. Литр или не литр? Литр к литр, к литр, литр. Не литр. Литр. Литр? Литр. с победой спасибо все что-нибудь скажи в камеру спасибо анастасии моей девушке это по ее инициативе я здесь оказался хотя должна была быть она она застеснялась пришлось мне какая вонючая пяти ужас как будто бы как будто бы на горшке я сидел вместе с ней мне не все нормально держи мой хороший спасибо купишь мороженку 2 мороженки можешь купить по 250 рублей он там он там 200 стоит а мы уже попали мы покупали уже я такой не знал сколько она стоит теперь буду знать может поем песни руки а может может и сенастасия получать не зачем она просто стеснялась астасия по-любому она снялась область на что гласть так как как по-другому на волю же меня вот я сейчас вот это вот желание ходить у людей уговаривать они не вписываются никто не вписывается в этот будняк я клянусь и если чувствую чуваком который ходит и раздает листовки я поверьте я раздавал листовки я знаю как какое-то ощущение давай настелку сюда давай настелка жена или подруга девушка 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 встречаетесь ты давно уже нибудь нет полтора года больше два года больше три года ну еще будете до старости вот этого ходить до больше четыре совести четыре нет ни четыре три с половиной что за паразит такой на мерседесе на цешка ездит она говорит что-то и и бран говорит давайте с песней потом вопрос санава рачем легкий легкий а потом не снится на нерок от космодрома не на серебра в городе где море надо петь морские песни агутин а что-то у него не знаю ну давай-ка про мальчика бродягу можно что же ты ищешь мальчик бродяга в этой забытой богом стране да прям все сходится давайте вопросы сейчас подожди секундочку зажручало все это кстати может быть реально ротовирус вообще поверят пустят но пукать не хочется слава богу так вы себе пуканул я бы серьезно пошла вода горячая а много комментариев пишут что типа вот это вообще глупые какие люди на просто мы никогда комментарии мечтаем потому что мы с телевизора спешит что я долбаю пишут что я долбаю саму ничего не знаю передача пошла к дну слишком много муки очень много лишнего короче учат меня как снимать передач а сами ним юмор говорит так себе знаешь а другие люди они пишут о том какие как какие там тупые там сидела два лагеря да либо ведущий отстой либо не некоторые пишут конечно что ведущий классный парень я сужу по себе я никогда никому комментарии бы в жизни бы не написал это мне кажется что адекватные люди просто не пишут комментарии он получается что это мы адекватные люди я александр не пишем комментарии но иногда когда мне что-то понравится когда мне что-то понравится я молодец расчета как говорите или прям пишите мне нравится как парень с себя там на самом деле лайка будет достаточно мне кажется уже youtube будет понимать что это нравится и будет продвигать и на то иначе ему нравится вообще не понимаю до сих пор сколько же все это дело ничего не понимаю нравится не нравится все какой-то терпимая красавица какой-то непонятных так ну что ж и так анастасия ответив на пять вопросов ты получишь 100 тысяч рублей а это вы так специально говорите вы что знаете что я не отвечу да все соображаешь секундочку свой песню про какой музыкальная пауза сейчас я подойду я не буду петь пожалуйста умоляю умоляю а если это будет песня которая запрещена еще по барабану только два вопроса меня волнует какой сегодня день и какого хуя а это был типа мат до саня извини перед ума перед дочерью она матюкается матом можно запекать это себя я запекаю тебя запикивать не буду первый вопрос в названии какой ноты больше всего буквы соль до соль дорами фасоль это неправильно смысле такие ну а думай больше подумай больше подумай больше подумай лучше ой какой там есть дорами фасоль ля си соль феджио вот я не знал что это ноты кстати соль феджио это нота а я не знала все типа пока ну да все проигрыш на этой печальный соль феджио ноте мы заканчиваем нашу передачу спасибо всем кто ставит лайки подожди подожди да не все правильно ты ответил какая соль феджио это вообще когда играешь на фортепиано это какие-то партии или акты что такое ты там должен сдавать когда-то музыкальной школе может быть это мне все неизвестно и давай скажем про нашего спонсора евгений шире продукцию это спонсора единственной этой передачи который ведет очень хорошее мероприятие снимает видосы всякие я же ведь еще делаю курсы ораторского искусства ну я профессионал среди вас стоит профессионал во всех этих смыслах слова этих действиях вот этих вот ну разных всяких штучек ораторское искусство там публичное выступление на очень все очень до коммуникация эффективная коммуникации чтобы там речь гимнастика тела не знаю как называется зеленый островок в пустыне оазис войной с кем прославился ганнибал 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 который лектор людей ел или какой ганнибал который энтони хопкинс так тем людей ел с кем он там воевал есть другой ганнибал очень очень такой известный ганнибал ганнибал очень известный ганнибал который является таким известным что его уважают все очень сильно в кругах этих людей военных потому что он был очень серьезный стратег полководец и его уважают его сравнивают даже с не то чтобы сравнивать все известные полководцы они берут у него пример и его стратегии это просто советский православный помощь я не знаю такого не судится короче со 100 тысяч рублей подсказав тебе мы перелетаем на 100 на пяти хатку на на 500 рублей это блин и для меня это сейчас будет подсказка что-то сейчас поем войны с кем прославился с ребятами серьезными тоже но это лучше лучше вообще век какое там короче как когда он был я не помню скорее всего второй век до нашей эры скорее всего этот просто вот греком он был раком я короче говоря не помню кем был нет он бы он не был грей он был с римлянами да он был карфагеном может был карфаген воевал с римлянами карфаген смерти подожди а мы там не сместились с римлянами все верно такая вот без подсказки так же подсказал как я тебе был там карфаген все говорил я второй век второй век до нашей эры была подсказка все записывается какой город дал название сыру пармезан ну это какой-то итальянский скорее всего по ну парма не хочу есть такой город парма не понять не имею есть такой город парма пятый вопрос пятый вопрос ответишь на него получишь свои 500 нет тысяч рублей детьми какого капитана назывался называли себя афериста в романе ильфа и петрова дети капитана шмидта все победа держи микрофон давай какую-нибудь песню петь тогда а я хочу перед передать друзьям да конечно я передаю привет своим лучшим друзьям а веронике артему атамановым и их маленькому сыну ваша пятихатка уже получше вот это вот а вот мы с максимом сложимся и купим уже не мороженое а может что-то и другое по пивку да по пиву аудре потреснется на худой-то конец со сухариками кому ты там привет передавал я что-то все прослушаю любимым лучшим все да больше ничего не будешь говорить микрофон ну пока нет а песни-то будем петь какие-нибудь а это крокса у тебя? да это литлбик коллаборация когда была в прошлом году я успела урвать дорогущие наверное 7000 стоили дай-ка я сниму их вот покрутись повертись опа-опа вообще бомбочка 7000 рублей за крокса она дала охренеть на цех на них внимание обращают на цех они там ездят на не лохматые да вообще цела у нас они цеха слушай ну я так тебе скажу что выглядит так рогового направление как? рогового это что? рогового рогов который дизайнер? рогового ну рогового ну типа рог рог рогового да рогового рогового наша передача подходит к концу спасибо всем кто пришел сюда сегодня для того чтобы посниматься в этой передаче спасибо всем тем кто сейчас наколотил лайков как я учил раньше создаешь себе с каждого аккаунта по лайку по какому-нибудь комментарию закидываешь напоминаю что в описании есть канал спонсора это мой канал что есть телеграммы каналы я в инстаграме больше не пасусь не пасусь мне там не комфортно пастись и поэтому много всякого есть в телеграме ну есть приколы там всякие разные есть два телеграмма один основной другой заточен под прикольчики под веселые прикольчики в описании вся эта лабуда есть поэтому можно перейти и все это все это позырить те люди которые пишут мне комментарии где учат меня как мне надо снимать да и те кто пишет что я там какой-то стал грустный душный знаете что я вас искренне всех очень люблю уважаю и ценю и и и просто вот прямо прям 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 в жопу очень хочется послать вот такие головы ой 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 не не все в жопу вене шире е продукцию всю жизнь на одну зарплату спасибо что ты нам даешь светлые моментики во время перекусов во время перекусе вы а вы по вы знаете что к ты ешь нельзя смотреть и вот вы все вы все такие умные знаете мандельштампов всякие вот эти там цифры четные нечетные а когда ты ешь и должен есть ты должен есть но мы впитываем вместе с пищей такие умные ответы это все это все неправильно ешь есть вот просто ешь и все ни о чем в голове должен быть нолик абсолютный ноль когда ты нет не только ешь сидишь в туалете а мы что сидим на горшке в телефоне он ковыряется смотрят в тик токе эти виды я не смотрите как мне даже нет слава богу он все спасибо спасибо тебе сами чтобы приехали со своей семьей что просто поучаствовать этой передаче поднять сотку а тут садка не было а-а-а-а косарь тоже нормас